Здравствуйте, я Екатерина Краснова и сегодня в выпуске. По микрофону. Буквально несколько минут назад закончилось голосование за самое роскошное платье на кинофестивале Евразии. Наши телезрители, то есть именно вы, проявили сумасшедшую активность. И теперь одна из пяти знаменитостей получит звание самой стильной леди на красной дорожке. Ровно сутки назад мы открыли голосование за самый лучший наряд на красной дорожке Евразии. И даже предположить не могли, что в инстаграме на странице программы «Ревью» развернется настоящая битва. Каждый голосующий объяснял в комментариях, почему именно это платье он считает лучшим. Среди пяти претенденток на победу сразу определились лидеры. Ими стали Асей Сагатова и Карлыгаш Мухамеджанова. Фанаты обеих актрис оставляли свои отклики днем и глубокой ночью. Но условия конкурса строги как никогда. Лидер должен быть только один. И с перевесом буквально в 15 голосов победила Асель Сагатова. Теперь иконами стиля кинофестиваля Евразия можно назвать и Асель Сагатову, и Карлыгаш Мухамеджанову. Чуть меньше голосов набрала другая красавица Асель Садвакасова. На четвертом же месте волейбольная няша Сабина Алтынбекова. Ну а аутсайдером конкурса стала российская актриса Анастасия Мельникова. Следите за нашими новостями в инстаграме, подписывайтесь на нас в соцсетях. Самые яркие и многообещающие картины кинофестиваля Евразия. В этом году за главный приз борется фильм казахстанского режиссера Ермека Шанербаева. Вокруг его работы множество тайн и секретов. Но журналисты ревью первые встретились с отечественным мэтром. Все подробности из первых уст прямо сейчас. Вокруг Евразии ажиотаж. Пока красавицы дефилируют по красной дорожке и борются за звание самой стильной модницы, за кулисами кинофестиваля нешуточная конкуренция за главный приз. В этом году на золотого барса претендуют 12 картин. В том числе и фильм казахстанского режиссера Ермека Шанербаева «Голос степи», который рассказывает о трудном детстве французского подростка. В прокат лента выйдет лишь через неделю. Цена 8Б плюс 20БВ, кадр 2, дубль 1. Это франко-казахская картина. Здесь очень большое совпадение, что именно в это время выдающаяся звезда мирового кино, выдающийся монтажер Эрвеш Найт здесь. После монтажа картины «Голос степи», где он монтировал это в Париже. Эрвеш Найт известен своей работой в легендарном фильме «Амели». Но, как оказалось, это еще не все сюрпризы. Мы очень внимательно подошли к выбору героев, потому что в самом начале было понятно, что это будет Месси де Портье. И нужно было найти достойного партнера для него с нашей стороны. И это был теперь уже просто выдающийся актер Берек Айджанов. Много говорить о конкурсных фильмах организаторы фестиваля не торопятся. Таким образом они подогревают интерес киноманов, в которых, к слову, ожидается очень много на премьерных показах в рамках Евразии. Известно, что большинство конкурсных работ представлены Европой. Хорватии, Ирландии, Франции и Испании. В связи с таким событием в Алматы прибыли звезды мирового кино. В их числе легендарный режиссер Сергей Соловьев. Он-то и отметил на пресс-конференции, что статуэтки и награды – дело очень нужное. Я высказался критично по поводу нас. Что мы как зулусы. Оскар, Оскар. Да давайте сделаем свой Оскар. Давайте сделаем казахстанский Оскар. За него будем бороться. После таких призывов у Сергея Александровича в Казахстане появилось гораздо больше фанатов. Одна даже успела оставить свой поцелуй на ухе метро. По традиции жюри кинофестиваля – режиссеры мирового уровня. Среди них обладатель призов Каннского и Венецианского киномарафона Ли Чандон. Лауреат «Золотого льва» Чзят Шанке. От Казахстана в судействе сидит Асанали Ашимов. Итоги конкурсной программы станут известны уже в эту субботу. Артем Абленко, Никита Хасанов. Новости ревью. Принцесса Монако, Кейт Мосс и муж Сальмы Хайек заняли первый ряд на показе Гуччи в Милане. Вообще эту троицу друзьями не назовешь. Но неделя моды объединила всех. Обсудить было что, ведь итальянцы славятся своими брендами и всегда знают, чем привлечь внимание випов. Блёстки и деним. Гуччи этим показом решили раз и навсегда объяснить, что джинсы – это не только рабочая одежда, а сверкающие платья можно носить даже днём. Идеям дизайнера Фриды Джанини вникали Кейт Мосс и Шарлотта Козераги с первого ряда. В Альберто Ферретти пошли уже проверенной дорогой. Представили модели с прозрачными тканями и крупной вязкой. Под таким платьем точно никакой секрет не утаишь. Пока в Милане обсуждали представленные коллекции, в Лондоне прошёл показ марки Эванс, которая нацелена на женщин с пышными формами. Принцесс Монако и супермоделей на шоу не было. Им положено носить маленький размер. Зато остальные гости были благодарны дизайнерам за их понимание. Пушистые, стриженные, цветные, короткие, но главное натуральные. В Алматы прошёл показ шикарных изделий из меха. Узнать, какие фасоны будут в тренде, слетелись казахстанские модницы. Как не прогадать с выбором длины и цвета, расскажет журналист Мадина Жанузакова. Воротник-стойка, рука в три четверти, элегантные шубы до колена или короткие с капюшоном. На любой вкус и цвет. Оценить работы мировых дизайнеров пришло немало светских модниц. Каждая женщина, наверное, любит натуральный меха, хотя есть гринпис, понятное дело, что это, наверное, не совсем хорошо. Я немного равнодушна к мехам. Шубы, которые у меня есть, мне купила моя мама. Изобилие меха на подиуме классические и эксцентричные фасоны. Модные эксперты советуют в этом сезоне выбирать естественные цвета. В тренде черные, белые, серые, лавандовые тона и цвета голубого ириса. Шиншилла, скажем так, позиции давно сдала. Очень популярна чернобурга, очень популярна свакара, очень популярны лисы. И новые сорта норок. Жалеть лисиц, бобров и прочих милых зверушек представители казахстанского бомода не особо-то спешат. Что за женщина без шубы? В голос вторят красавицы с длинными ресницами. Лично мне жалко, но девушкам же это не объяснишь. Им же надо, чтобы что-то было красиво, чтобы это сверкало, чтобы это красиво носилось и приносило удовольствие. Поэтому я считаю, что от того, что кому-то жалко, а кому-то нет, это ничего не изменит. Правда, за такую красоту и платить придется немало. Средняя цена за шубку около 50 тысяч евро. Самая дорогая модель на сегодняшнем подиуме стоит 90 тысяч европейских денег. И если казахстанские знаменитости совсем не жалеют бедняк, пестов и норок, то российский дрессировщик Юрий Куклачев готов вступиться за любого котенка. На днях между знаменитым кошатником и светской львицей Леной Лениной разгорелся скандал из-за ее пушистого питомца. Дело в том, что эпатажной писательнице стало скучно жить и решила она перекрасить белого котенка в гламурный цвет. Крохот тут же стал звездой интернета. Узнал о ней и Куклачев. Циркач обвинил Лену в издевательстве над невинным животным. Ленина отмалчиваться не стала и предупредила защитника. Код ее и вопросы цвета тоже решать будет она. Не при делах остался лишь гвоздь эпопеи. Розового котенка Лена подарила продюсеру Варе Альбасову. От скандала подальше. Алматы жюри Гимде. В южной столице прошел ежегодный песенный конкурс. Среди участников были как начинающие артисты, так и подопечные известных продюсеров. Сейчас вы узнаете, какая песня об Алматы стала визитной карточкой города. И кто отправился домой на автомобиле. На сцене первая конкурсантка. За ее спиной новенький автомобиль. Именно этот приз достанется победителю песенного состязания. Все участники без исключения волнуются. Ведь жюри именитые деятели. Нурлан Абдулин, Баян Есентаева, Аллу Акунарова, Бахатшадаева, Алишер Каримов и не только. Впрочем, среди зрителей тоже немало звезд шоу-биза. Они пришли поболеть за своих коллег. Этот конкурс для меня занимает особенное место, потому что я сам когда-то участвовал в нем. Причем дважды. Целая толпа фанатов с фонариками пришла поддержать группу KTI Boys. Парни привлекли внимание яркими образами стиле кей-поп. Они классные, они лучше всех. Они классные, у них классный стиль. Мы относимся к культуре кей-кей контента. Кип-хоп, джаз, блюз и все такое, рок. Мы все это совмещаем и создаем что-то новое. Роза Мукатаева предстала в образе принцессы с короной на голове. Свои песни про Алмату мы решили сделать именно сказку. То есть я принцесса и вокруг меня, получается, все сказочные персонажи. А вот эта девушка по имени Камшат впервые на большой сцене. Для выступления она выбрала красное платье в пол и сама сочинила песню об Алматы на английском языке. Пока на сцене выступает группа «Сарын», их продюсер Дениар Утиген стоит за кулисами и переживает не меньше своих подопечных. Я смотрю и молюсь, чтобы ничто не было перепутано, чтобы никто ничего не забыл. 17 участников, столько же композиции. Третье место жюри присвоила Розе Мукатаевой. Серебро досталось квартету «Гаухартас». Первое место – Турару Рахимберлину. Заводной песней «Алматыга Келлендер». Гран-при присудили дуэту «Арман». Ребятам вручили ключи от автомобиля. Как правило, песня «Победитель Алматын-Жирюгумде» становится своего рода музыкальным символом города. Динара Исмаилова-Ганикалуа в Новости Ревью. Иван Бреусов шокировал с сенсационной новостью. Оказывается, не так давно Мурат ушел из группы 101. Более того, сейчас другие солисты ломают голову над очень глобальным вопросом. Быть или не быть, в группе 101 произойдет заметная трансформация. Все привыкли уже много лет видеть бойс-бенд в одном и том же составе. Но пришло время меняться. Возможно, мы наберем новых ребят. Возможно, и останемся при своих старых ребятах. Вот, в общем-то. Ну, и сейчас это все решается. Группа 101 образовалась 18 лет назад в городе Тарас. Тогда это был коллектив из шести человек. В 2001-м ребята переехали в Алматы. И уже на следующий год подписали контракт с продюсером Эриком Тастинбековым. Раскрутка началась с клипа на песню «Слезы». Откуда солнце встает, где золотая заря? Позже состав сократился до четырех человек. Ты стала частью моей жизни. Ты стала радостью моей. И вот теперь Мурат покинул бойс-бенд. Музыкант ушел вовсе не в сольное плавание. Он вообще отошел от музыкальной карьеры. Он сейчас в поисках себя находится. И сказал, что сейчас, в данный момент, музыка не его. Кто еще из 101 решится на перемены, покажет время. Группа 101 еще не раз заявит о себе. Я это вам обещаю. Сам Иван сейчас записывает второй сольный альбом. Обещает выпустить его до конца года. В планах снять новый клип. Честно говоря, хочется на все песни снимать клипы. Но я понимаю, что нужно выбирать самые лучшие. Поэтому я сделаю выбор свой, только когда запишу уже полностью альбом. Так что группе 101 и Ивану Бреусову уже скоро будет о чем рассказать. И вы об этом узнаете первыми. Динара Исмаилова, Ганикалова, Новости Ревю. Платье привезли за 20 минут до выхода на сцену. Так еще и не подшиты. Звездной паре Каракат и Кадырали пришлось серьезно понервничать на своем концерте. Чем все закончилось? Кто пришел поддержать звездную пару? Горячие кадры из-за кулис. В гримерной комнате у звездной пары Каракат и Кадырали ажиотаж. У них сольный концерт, казалось бы, продуман на все. Однако в последний момент выяснилось, дизайнеры вовремя не успевают привезти концертные костюмы. Зритель не должен ни о чем беспокоиться. И не в таких условиях собирались. Выступим как следует. И все-таки чудо свершилось. Мастера предоставили наряды за 15 минут до начала шоу. Рано радоваться. Это платье, расшитое камнями, оказалось длинным. А национальный костюм для первого выхода еще не дошит. Пришлось подгонять образы прямо на певице. Потому что вообще не было времени подготовиться. Сами видите, это все ручная работа. Эта красота на рукавах, на уборе. На все это уходит много времени. Буквально за 15 минут до выхода их сюда привезли. Несмотря на мелкие неурядицы, концерт начался вовремя. Красавица Каракат вышла к поклонникам во всей красе. В зале Дворца Республики яблоку негде было упасть. Поддержать коллег по цеху пришли казахстанские звезды. Концерт это дело нелегкое. Несмотря на это, желаю им отличного выступления. Думаю, все пройдет как нужно. Я очень рад, что меня пригласили на этот концерт. Я восхищался творчеством Кадырали, когда он еще пел в АБК. Два часа Кадырали и Каракат радовали своих фанатов новыми и уже проверенными временем хитами. Конечно, на сцену вышли и любимчики публики группа Улытау. Мадина Жанузакова, Даврин Мергалиев, Новости Ревью. Оторваться и поддержать на сцене свою подружку Каракат решила и красотка Мадина Садвакасова. С появлением малыша певица и вовсе подзабыла о светской жизни. Уже и по сцене успела соскучиться. О домашних хлопотах и семейной жизни в столице она рассказала журналистам. Красотку Мадину Садвакасову давно было не видно на светских тусовках. Она вышла замуж и родила сына. Правда, не прошло и полугода, как статус домохозяйки певицы надоел. Я обещала, что на год оставлю сцену. Сама себе говорила, Мадина, тебе нужен отдых. Я такой человек, я не могу сидеть дома. Так соскучилась по сцене, по своим песням, зрителям. Сейчас интервью для вас, журналистов. Для меня это такая радость. На семейную жизнь Садвакасова не жалуется. Муж ей ничего не запрещает. Все семейные вопросы решают вместе. Мой муж меня уважает и ценит. Малышу вот уже три месяца. Правда, в южную столицу звезда возвращаться не намерена. Ей очень нравится в Астане. Мадина Жанузакова, Даурин Миргалиев, Ревю. Миллион долларов за Капитана Америку. Повышайте свои ставки, господа. На аукцион выставят знаменитый байк из фильма «Беспечный ездок». У фанатов фильма аж дух захватило. Ведь этот чоппер для них – символ свободы и яркой жизни. 40 лет назад на нем рассекал Питер Фонда в «Беспечном ездоке». Теперь этот экспонат на двух колесах достанется какому-нибудь богатому чудаку. Стартовую цену за лот назначили приличную – миллион двести зеленых. Но фанаты бунтарского фильма душу готовы продать за право посидеть на легендарном Харлее. Мне даже теперь «Виагра» не нужна. Он такой красивый, такой красивый. Это один из самых любимых моих фильмов. До сих пор помню ту сцену, когда его сбили. Продает игрушку миллионер Майкл Айзенберг. В прошлом году он выкупил чоппер у актера Дэна Хаггерти. Кстати, «Капитан Америка» каким-то чудом вот уже 40 лет остается цел и невредим. Его железный брат из фильма давно уже разобран на части. Говорят, второй мотоцикл украли из гаража где-то в районе Лос-Анджелеса. И продали по запчастям. Еще ходят слухи, что оригинальные звезды с этого мотоцикла были вырезаны, и их сейчас носят на куртках члены одного байкерского клуба. Торги состоятся через месяц. Тогда и будет известно имя нового владельца «Капитана Америки». Ночь. Безлюдная местность. И откуда ни возьмись, паук огромных размеров. Просто кровь в жилах стынет. Но кому-то мороз по коже, а кому-то миллионы просмотров в сети. Чувство юмора границ не знает. Житель Варшавы решил развеселить горожан устрашающей шуткой. Нарядил своего пса в костюм мохнатого тарантула и пустил в кромешную тьму. Реакция прохожих была предсказуемой. Насколько весело было убегающим, история умалчивает. Но юзеры оценили проделки польского жителя. Более 89 миллионов просмотров. Этот же ролик набрал популярность благодаря полному взаимопониманию кота и его хозяина. Стоит последнему слегка покашлять, как усатый питомец незамедлительно реагирует на звук. Вот что называется чувствовать друг друга. Ну а следующее видео смело можно назвать криком души. Тяжела работа звукорежиссера, ничего не скажешь. Эти ролики стали самыми популярными за уходящую неделю. Они собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Это были все новости на сегодня. Смотрите ревью и будьте в курсе. До встречи уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...